здравствуйте друзья меня тут Максим вы смотрите канал Заквайс сегодня поговорим о некоторых нюансах которые должны знать те кто планирует уезжать в Америку на ПМЖ я сейчас отъезжаю с Рест-Эрии это такая зона отдыха остановка находится где-то в 160 километрах от Омаха мне куда ездил по делам населенный пункт Аврора буквально несколько дней назад я встречал очередных людей прилетела семья с Украины я их встречал в Чикаго потом доставлял на машине до Омаха и ребят поделились очень полезной информацией по поводу прохождения интервью на границе когда необходимо убедить миграционного офицера в своих благонадежных намерениях пребывания в США их весьма долго промурыжили на границе причина оказалась очень простая настоятельно рекомендую всем кто едет в Америку на ПМЖ ну за исключением тех кто выиграл Гринкарту вот собой иметь обратный авиабилеты вы даже можете их не покупать обратные авиабилеты вы можете подготовить распечатку о том что их только срезервировали в принципе говоря это тоже определяется основанием но сейчас как показывает практика если вы заказываете авиабилеты с различного рода сайта где они продаются стирками то иногда выгодно брать билеты в два конца и это получается дешевле чем билет в один конец это первый важный нюанс наличие обратных билетов если вы покажете официрую на границе американскому соответственно вам гораздо меньше будет вопросов второй нюанс про который я хотел бы рассказать это про дипломы и прочие важные документы и вообще разного рода крупногабаритные другие вещи которые по большому счету туристы быть не должны я пообщался тоже с изрядным количеством людей и пришел к воду что имеет смысл если вы едете на промышлёв сша заключение тех кто выиграл гринд картера как бы легально приезжают уже на полном основании не класть в свой багаж и вручную кладь документы о своем высшем среднем специально на другом образовании разного рода документы для детей как то справки вакцинации разного рода дипломы из школы и так далее и прочие бумаги такие документы лучше отправлять отдельно самому себе по почте или попозже попросить кого-то отправить но никак не брать с собой случай досмотра ручной клади крайне редки но тем не менее они иногда бывают офицер на границе мог попросить вас открыть ваш ваш багаж и досмотреть на предмет того что находится внутри хотя это крайне редко из тех людей которые приезжали в ума пока никто еще на такой досмотр не попадал ну и понятно дело что если вы едете как турист то брать с собой зимние курты и теплые вещи тоже достаточно непонятно с точки зрения того же офицеры си вас будут досматривать по каким причинам платье обнаружить все эти разные предметы которые весьма странные для туристов но тоже могут возить дополнительные вопросы хотя как еще раз повторю те люди которые летят в омаху летели вот по моей статистики ни у кого такую глубокую проверку и досмотр вещей не было вот такая информация о которой хотел с вами поделиться ну а вы уже сами делаете выводы использовать ее для себя или нет хорошего всем дня и удачи